С приходом тепла на улицах города возрастает количество велосипедов, а вместе с ними увеличивается и число велоугонов. Это так называемые сезонные преступления. И совершают их чаще всего подростки, которые не задумываются о последствиях. Как обезопасить свое имущество от посторонних посягательств, расскажем в нашем следующем сюжете. Игорь Рочи в свободное время предпочитает проводить с пользой для здоровья, поэтому велопрогулки с дочкой – одно из его любимых занятий. Вспоминает, как однажды оставил детский велосипед в подъезде. На утро все семейство ожидал неприятный сюрприз. Велосипед стоял в подъезде внизу, он не пристегнут, ничего. С утра вышли, обнаружили, что ручки с руля сняли резиновые. И вот домой заносим, он небольшой велосипед, просто тогда вот оставили на ночь, забыли занести. Держать в квартире два велика не позволяют размеры прихожей, поэтому своего железного коня Игорь вынужден оставлять в коридоре, не забывая при этом о противоугонных средствах. Однажды лишился своего велосипеда и юный житель Наринмара по имени Алексей. Мальчик уверен, такого больше не повторится. Но после того случая ты свой велосипед как защищаешь, чтобы у тебя его не украли? Никак. То есть ты оставляешь его в подъезде? Да, и его больше никто не крадет. Ну а ты не боишься, что все-таки может такое опять повториться? Нет. Не боишься? Не уверен. Чаще всего велосипеды похищают летом и осенью. По информации окружного МВД, за шесть месяцев текущего года на территории региона уже зарегистрировано 13 заявлений граждан по велосипедным кражам. Только за минувшие выходные в дежурную часть окружной полиции поступило два обращения от владельцев угнанных железных коней. Кстати, в последних двух случаях хищение велосипедов из подъездов совершил 10-летний подросток. Велосипед вернули владельцам, а юного злоумышленника поставили на учет в отдел по делам несовершеннолетних. Уважаемые жители округа, убедительная просьба, не оставляйте свое имущество без присмотра. Пристегивайте свои велосипеды на противоугонные устройства. Даже если вы зашли в магазин на несколько минут, не оставляйте свои велосипеды без присмотра. Не провоцируйте детей на совершение преступлений. Как правило, данные преступления совершают дети до 10 лет, которые не имеют умысел на совершение краж, а берут просто покататься данное имущество. По статистике, чаще всего пропадают велосипеды, которые не защищены противоугонными системами. Чем сложнее механизм защиты вашего железного коня, тем меньше риск того, что кто-то посягнет на ваше имущество. Сотрудники полиции советуют владельцам двухколесных транспортных средств записать номер велосипеда и сфотографировать его. Ведь в случае, если кража все-таки произойдет, шансов найти его и опознать будет больше. Ирина Нежалова, Владислав Носким, Телеканал Север.